Всем привет друзья! Боемобили. Аркадные автогонки со стрельбой, качественные хочу подчеркнуть, очень качественные аркадные автогонки со стрельбой, которые вы можете смело рекомендовать своим друзьям. Игра вышла в 2002 году, разработана студией Ganymed Software, в России ездана 1S в 2003 году, в переводе от Logros. Системные требования Windows 98, процессор Pentium 3 или Athlon 500 МГц, 64 МБ оперативной памяти, видеокарта с 32 МБ памяти и 250 МБ на жестком диске. Действие происходит в будущем, мы играем как бы за эдакий спецназ автомобильный, армии мы были упразднены, но в принципе завязку сюжета вы можете прочитать под этим видео сами. Давайте сразу приступим к игре. Кстати, в нее можно играть вдвоем на одном компьютере в режиме сплитскрин, причем экран можно поделить на вашему усмотрению, хоть горизонтально, хоть вертикально. 8 трасс, 6 автомобилей разных и целых 70 миссий. Миссий так много, потому что цель миссии может отличаться кардинальным образом. Кардинальным образом, то есть это может быть, допустим, проехать по вейпоинтам за определенное время, убить, уничтожить все пушки, например. Приехать просто тупо первым в гонке с оппонентами или может быть уничтожить всех оппонентов. Может быть что угодно. Есть, кстати, миссии с кульбитами, то есть трюки всевозможные, то есть выбор большой. Погнали. Первая миссия, значит новый игрок создали, выбрать. Значит, есть в игре 7 курсов, то есть по сути вся игра от начала до конца это как бы тренировка спецназовца на полигонах всевозможных с разными условиями. Первая компания, так сказать, или первый тренировочный курс «Новичок» состоит из 10 миссий, так же как состоят и все остальные 7 курсов из 10 миссий. Каждая миссия имеет уникальное название, уникальные задачи, уникальные погодные условия и так далее. Первая, значит, миссия «Господин Клаус». Происходить она будет на полигоне «Пристанище Субмарин». Местонахождение побережья Норвежского моря, окрестности Ставангера, Норвегия. «Пристанище Субмарин» — это заброшенная секретная база подводных лодок, созданная во время Второй мировой войны. Ее местоположение не могло не привлечь внимания экспертов ЕЗС — Единый земной союз. По логистике, как идеальное место для создания тренировочного центра воемобильных подразделений. Уникальные погодные условия требуют невероятной выносливости как водителей, так и машин. Кстати, цель миссии — пройти все контрольные пункты менее чем за 3 минуты. Это первая миссия, самая легкая первой компании, поэтому, естественно, мы справимся. На выбор два автомобиля — «Боец» и «Городовой». Вообще, «Городовой» по характеристикам вроде как лучше, потому что он быстрее, во-первых. Правда, выносливость у него пониже. Возьмем «Городового». Эта очень быстрая и послушная машина была создана для поддержания порядка на многочисленных магистралях Объединенной Европы. По мере развития высоких технологий было проведено 7 последовательных ее модернизаций, в результате чего модель стала лучшей в классе «Альфа» по ходовым и боевым характеристикам. Поэтому ее часто используют воинские подразделения быстрого реагирования, ВДВ и службы безопасности СЭК. Давайте еще описание бойца прочитаем. Слабо бронирована, как и все машины класса «Зулус», что полностью компенсируется двигателем нового поколения, а также усовершенствованной подвеской. В результате эта быстрая и необычайно послушная машина, великолепно подходящая для боев в районах с высокой плотностью застройки. Часто применяется для борьбы с уличными бандами. Вот чувствуется, да, вот какое-то вот ощущение безумного Маркса. Но нет, это все-таки игра ближе к большим гонкам, наверное, по своим, так сказать, по своей сути. Так, погнали. Конечно, ускоряться на таких неровностях не желает. Как видите, машину нехило так швыряет. Как и в реальной жизни. Кизика есть, и она довольно-таки ощутимая. Особенно, когда вот наезжаешь на какие-то неровности. Есть ускорение. Вот я втопил сейчас ускорение. Смотрите, как машина разогналась. Есть ручник, само собой, из которого частенько никак не обойтись. Да что ж такое? Вот. И тут три минуты времени навалом. Тут за три минуты можно эту трассу дважды пройти. Это первая из 70 миссий и довольно-таки, само собой, простая. Дальше будет намного интереснее. Будут гонки с противниками, будет стрельба, будут задания всевозможные на пульбиты и так далее. Но меня лично больше всего интересуют гонки с противниками. То есть, типа вот, типа не детских гонок. Ой, типа больших гонок. Ну да, то есть, когда ты гоняешься с оппонентами, это как-то интереснее. А это, по сути, ну, можно сказать, тренировка сейчас идет. Чтобы геймер хотя бы просто научился управлять автомобилем. Но, тем не менее, здесь нет отдельно обучения и так далее. Это часть самой игры, часть компании, так сказать. Поэтому я ее тоже прохожу, честно. Минута 26. Все, мы за минуту 26 прошли круг. Говорят, что можно за минуту 0,5 пройти, но я боюсь, что нам это пока не по силам. Всем пока.